МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы. Но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Назначенная Арамом управляющий Максим старается подчинить себе коллектив. Его правой рукой после победы в кулинарном поединке становится Кирилл. Однако за несколько часов до открытия ресторана Кирилл был наказан за неудачную шутку с фотографией управляющего. Максим в полугнева отправляет Кирилла на мойку. Новым шефом на кухне становится Александр, который должен готовить совершенно незнакомое ему блюдо. Незапланированные перестановки вкупе с нездоровой атмосферой в коллективе приносят ничтожную выручку. Несмотря на это, лучших по итогам дня оказалось аж трое. Саша Ерин, Саша Тимофеева и Женя. Ну а худшим стал временный глава ресторана. Максим, расстроенный сомнительным титулом худшего сотрудника, шел на встречу с коллективом без воодушевления. Здравствуйте, господа! Доброго! Ну, добрым его не назовешь. Так, ребят, теперь каждый из вас может бросить вызов нашему действующему шеф-повару Александру. Саня, ты сегодня шеф, на. Саня, вставай на позицию, ты сегодня шеф-повар. Вот это твой коллектив, ты рукаешь им как хочешь. И если он победит его в кулинарном сражении, он займет его место. Я каждый день вызываюсь на батл, и как бы сейчас, может, сегодня проведет. Я с удовольствием. Есть желающие побороться за шеф-повара? Я бы хотел. Это Валера и Артем. Валера, ты мне нужен на кухне, а Артем попробуй, так как пока в зале от тебя пользы мало. Может быть, на кухне у тебя получится лучше. Спасибо! Он рвался на кухню, хотел себе там показать. Я думаю, хорошего ничего не выйдет. Я более думаю, что его бар, его зале где-то место, но никак не на кухне. И в правом углу ринга у нас Александр, шеф-повар. В левом углу ринга Артем, официант. Так, Александр и Артем, вам нужны помощники? Я бы хотел проработать с Сергеем. Семёш, ты согласен помогать Артему? Полностью согласен. Тема сам по себе великолепен. То есть он звезда, ей звезда. Отличный парень, хороший. Ему нужен был опыт шеф-повара. Саша, тебе нужен помощник? Да, я вот возьму Женю. Спасибо, интересно. Теперь давайте определим группу поддержки, кто болеет за Сашу. Поднимите руки. Где он, вон, в шарице, это Тема стоит. Итак, Олеся, Женя и Аня. За Артема. За Артема все остальные. Пошли на кухню. Я готов принять вызов. Кто из нас лучший шеф-повар покажет баттл. Итак, ребят, у нас есть в меню одно блюдо, которое мы не проработали. И сегодня мы это блюдо будем прорабатывать. Это куриная грудка на гриле, обжаренная с овощами. Вчера шеф-поваром был Саша, и блюдо это не удалось. Саша готовит первый. Артем, а ты будешь на основе тех же ингредиентов готовить что-то другое. Если все получится, ты будешь шеф-поваром сегодня. Если я одержу победу в этом баттле Александра, я отправил бы в зал, для того, чтобы он посмотрел работу в зале и работу официанта. Саша приступает к работе, группа поддержки остается с ним. Нормально. Все, поехали. Образовусь к группе поддержки. Сегодня я буду готовить куриное филе сью-вид с кускусом и овощами. Пока куриное филе у нас готовится, мы приготовим кускус. Для этого нам понадобится вода. На Архизе еда получается лучше всего. Поэтому единственная вода, на которой я бы готовил свой кускус, это вода Архизе. Я решил готовить это блюдо, потому что оно удобно для ресторана в плане экономии времени и скорости отдачи. Вот сегодня на баттле шефом на кухне был не Саша. Шефом сегодня на кухне было Женя. А Саша ей помогал. Кирилл, хочешь попробовать? А ты не все будешь класть на тарелку? Я кусочек тебе могу отбить. Давай, с удовольствием. Соленый, да? Да давай уже, пошли. Передай мне тоже. Хватит трогать. Давай, Кирилл, выскажи свое мнение. Она очень долго стояла, она передела, она жесткая. Кирилл сказал, что ему не очень нравится курица, дабы она жестковата. В принципе, я с ним немного не согласен. Если мы завтра оба устроим баттл в плане Суида, я все равно выиграю. Олесь, у тебя есть что-то добавить? Я согласен с Кириллом. Прости, пожалуйста. Можно? Нет, ничего страшного. Она реально резиновая, что-то ты неправильно сделал. Пока Александр пытался отстоять гордое звание шеф-повара ресторана, ребята сравнивали эффективность его работы с предшественником. Вот посмотри, если сравнить два дня, когда был Кирюха и когда был Саня, хотя бы с Саньком мы предварительно уточнили время приготовления. У Кирюхи не было, у Кирюхи было такое быстрее, быстрее. Мне нужно сейчас. А как? Что, попой сесть на сковородку? Вы что творите здесь? Здесь Каня занимается, блин, выдачкой, а ты здесь рыбачей. А что я дурели? Это пространство. Так вот тебе что-то, я не пространство, убери на это, как все это. Артем решительно бросил вызов действующему шеф-повару Александру. Пришло время доказывать свою решимость не на словах, а на деле. Я хочу сделать так. Так. Блюдо с немного тайскими, скажем, нотками. Будем использовать четыре вида вкуса. Это кислый, сладкий, острый и соленый. У него нет опыта шеф-повара. У него есть теория. Практика и теория – это немного разные вещи. Так, мешалка моя. Это я не про себя. Я, по-моему, не про меня, дорогой. Такая моя мешалочка. У-чу-чу-чу-чу. С Сергеем мы на самом деле очень мало общались и мало пересекались во время работы. Но я замечаю, что человек очень погружен в это. Он реально болеет этим шоу. Смотри, и не делай такие маленькие амплитуды. То есть у тебя ножик очень острый. Поэтому тебе достаточно просто вести вот этот нож, он тебя все отрежет. Артем на самом деле первый раз в жизни столкнулся с этой профессией. Ну, волновался, терялся, это все понятно. Все, все закончилось. Безумно красиво. Я хочу вот… Я бы заказала вот это прям 100%. Вот просто. Я думаю, что можно подавать. Да. Я безумно доволен своим результатом. Я очень счастлив, скажем так. Группа поддержки Артема высоко оценила его кулинарный эксперимент. Но как бы ему не хотелось, решение о судьбе поединка принимает только босс. Попробуем, что вы тут наготовили. Соль не хватает, курица резиновая. Знаю, я бы такое, конечно, не стал подавать. Если у нас, как говорится, концепция вкусно и просто, то это блюдо претендует на вкусно и просто. Попробуем это. Мне больше вот это нравится. Кто это готовил? Да. Дело в том, что мы сегодня все присутствовали, видели, как готовилось и то, и другое блюдо. Вот мое предложение, я не знаю, поддержат меня ребята или нет, я думаю, что поддержат. Мы бы хотели увидеть, босс, вашу интерпретацию. Нужно просто взять грудку и на свое усмотрение приготовить что-то. То, что сейчас произошло на кухне, я к этому был абсолютно не готов. Ребята сами приняли решение. Я принимаю ихний вызов, постараюсь утереть им нос. Неожиданный и открытый вызов со стороны команды Максим должен был принять вдвойне серьезно. Его и так не особо любили на месте управляющего. Но теперь к этому прибавились сомнения в его кулинарной профпригодности. Ребята, я готов вам показать мастер-класс. Сейчас я вам покажу, как готовить курицу хорошо, ну, по-моему. Максим молодец. И я смотрю на него, я так радуюсь. Да, мне Максим нравится. Ребята, всегда помним наш главный девиз, который нам сказал Арам, да? Ресторан называется «Наша реальная кухня». Наш девиз – просто и вкусно. И обратите внимание на слово просто. Как руководитель, он действительно, мне он доказал, что действительно он не только может болтать, да, языком, что он действительно, он переживает за наше предприятие. Все, ребят, готово. Просто и вкусно. А теперь можете попробовать. Курица шикарная, овощи вкусные. Все достойно. Нормально, Кирилл, годится? Да. В условиях, которые мы поставили, сразу в бой. Шикарно. Да. Максим молодец, он вырос у меня в глазах. Я говорил и говорю, что это шеф-повар настоящий. В сегодняшнем баттле победил у нас Артем с егоным блюдом курица с ананасами. Поэтому на сегодняшний день он ваш шеф-повар. Я не ожидал, что выиграю баттл, что я стану шеф-поваром. Это было для меня что-то, ну, из ряда фантастики. Курицу с ананасами мы вводим в меню. Реальный рецепт от победителя кулинарного состязания. Куриная грудка на гриле с ананасом. Ананас нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Добавить перец, белое вино и немного припустить. В конце добавить мед и после этого обжаривать еще 30 секунд. Сок, получившийся после обжаривания, оставить на сковороде. Куриную грудку обжарить на гриле и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 3-4 минуты. Вынуть мясо и обжарить его в соке, оставшемся от ананасов, по 30 секунд с каждой стороны. В это время овощи обжарить на гриле. Все выложить на тарелку, добавить ананас, полить соусом. Приятного аппетита! Ребята, очень скоро ресторан откроет свои двери, и гости зайдут к нам. Поэтому попрошу вас относиться к этому серьезнее, чем вчера. Вот так вот. Я здесь, босс. Вот. Теперь более похоже на правду. Артем, иди сюда. Вставай на мое место. А теперь выбирай себе команду. Из Артема, я считаю, что не получится шеф-повара. Тем не менее, я хочу дать шанс Артему, потому что все люди имеют право на то, чтобы заявить себя. Валера у нас будет кондитерский цех, Аня станет сушефом сегодня, Сережа на горячку, Сандро, холодный цех, закуски. Чем черт не шутит? Пусть играется, как хочет. То есть я готов делать все, что угодно, чтобы было хорошо. Да, то есть и помогать, и подстраховывать, еще что-то. А теперь переодеваться из-за работы. А я так делаю. На своем месте. Амбиции Кирилла явно не соответствуют занимаемой должности посудомойки. Смена шеф-повара вселила в него надежду на новое распределение ролей. Однако Артем не оценил рвение Кирилла. Шеф поступил крайне некрасиво. Он меня даже всех назвал из команды, когда он распределял роли. А когда речь зашла обо нем, он меня даже не заметил. Пока Кирилл размышлял о проблеме недооценки коллективом, Сандро направился прямиком в кабинет управляющего. Ему не давало покоя отсутствие сплоченности в команде. Никто не задает вопрос, почему у нас падает выручка. Это, опять же, мы должны все к этому прийти вместе. В общем, у вас все хорошо, да? Ну, я считаю, что сегодня... Ну, из кухни, все отлично, да? А выручка 3 копейки у нас, да? У нас было мало гостей. Сколько гостей вы сегодня упустили? Один руководитель не может быть виноват. Зачем тогда все мы здесь есть для этого? Собрались. Согласен. Спасибо, Сандро. Поговорив с Максимом, Сандро решил нести светлые мысли о единении коллектива в массы. Я не пришел сюда ни за какой корыстью, ни за какими... Так ты когда-то сказал, что пришел за баблом. Я хочу, если мы делаем бизнес, мы можем все вместе сделать. Почему нельзя взять, выиграть эти деньги и отлаженным коллективом пойти дальше? У нас такие участники, да, больше половины, которые думают, у них на первом месте не работа, у них на первом месте свое я. Поэтому у нас проблемы постоянные. Ребят, я не пришел сюда и не заявил, что офигенный шеф-повар. Так я о чем и говорю, так я о чем и говорю, что у каждого просто... Вот мне бы дали быть неохотно. У меня есть свои мысли. Я умею готовить, я могу... Закрой свою бесполезную дырку уже, закрой, закрой ее, она воняет, интересно, говорит, невозможно. Ты можешь оставить свои вот эти вот мысли, мне они неинтересны. Да мне ты неинтересны. Гадость мне вообще. А ты мне интересна. А ты мне нет. А ты мне, да. А ты мне нет. Да тебя попросили не хамить и все, что-то зачем... Да ты разговаривай нормально, ты что думаешь, ты вот эти подводные камни, между срок я читать умею просто, понял? И? И гни. Она сама по себе такой человек, чтобы вот ее косячки и грешки никто не видел, она раз-раз быстренько нашла себе жертву, на нее всю грязь слила и думает, что ее еще кто-то подсобит в этом. Они пытаются коллективом сплоченным держаться, но смысла я не понимаю. Поэтому я считаю это за лицемерие, потому что через неделю, через две, блин, будет все понятно, что люди уже как бы понимают, что дружить здесь вообще не надо. Идеалы Сандро о совместном будущем коллектива разбились о грубую стену недоверчивости Олеси. Тем временем Максим решил обсудить с новоиспеченным шефом распределение ролей на кухне. Я бы хотел поговорить с тобой по поводу назначения людей. А Кирилл почему-то не поставил? Ну, я не считаю, что Кирилл готов вернуться. Ты видел, как он сейчас стоял, смотрел? Он ждал прямо этого. Ну, ждать он мог еще чего-то больше. Я не считаю, что человек отправился, понял свои ошибки. Я еще не вижу, что он готов вернуться. Я понял. Он еще, да, пока он еще не осознал свои ошибки. Так вот. Я здесь босс. Ну ладно. Теперь более похоже на правду. Великой беспредел оставили. А что сейчас с этим делать? Я это мыть не буду. А? Я это мыть не буду, вот это вот все. Так что смотрите, если кому-то что-то там надо, вы оттуда забирайте, а сейчас все по мойку скину. Ну, у меня была одна проблема, когда я пришел на мойку, мойка была завалена. То есть обычно мы приходим, мойка чистая. То есть мы начинаем работать, как и в любом нормальном ресторане. Что происходит? Что за звуки? А вот, посмотри, это что такое. Не отнимай, а я это мыть не буду. Что значит, ты не будешь мыть? Это твоя работа? Нет, это не моя работа, моя работа только сейчас начнется. Это твое рабочее место? Нет, нет, нет. И ты сейчас будешь этим заниматься? Нет, 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 босс, вот это не мое рабочее место. Мое рабочее место, когда я прихожу, здесь все чисто. Так же, как у всех ребят. То есть ты отказываешься? Да, 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 вот так вот это. Кирилл разбил посуду, начал психовать, я начал с ним разговаривать, но понял, что он находится в каком-то неадеквате, но если бы у нас увольняли людей, я бы его сразу не задумываясь и уволил. Ну тогда сегодня ты оштрафован и будешь заниматься в зале мойка полот. Я не расписывался нигде под правилами трудового распорядка, меня никто не ознакомлил, считай. Я ознакомлил сегодня всех с правилами трудового распорядка. Где-то там стоит моя подпись, что я ознакомлен, до меня это... Тебе говорит это управляющий Кирилл. Я не видел, это может, управляющий может придумать, я на это не подписывался до свидоса. Придя сюда, мы все согласились с какими-то условиями. И когда ты так включаешь свое вот это вот эго, то оно абсолютно идет во вред команде. На мой взгляд, это было абсолютно некомандное решение. И вот так вот швырять посуду... Ну что, он ребенок, что ли? Нет. Он пришел сюда за победой, но получается ему победа не нужна. Мы здесь для того, чтобы проявить себя. А такой показатель, он только идет на минус. Ну так а сегодня кто у нас на мойке будет тогда? А я сейчас с поварами обсужу, кто из них может быстро выполнить свою работу и встать на мой. Все, иди обсужда, реши эту проблему немедленно. Все, спасибо. Ребят! Смотрите, видите у нас какая ситуация? Скажите, пожалуйста, кто из вас может быстро выполнить работу? И общими усилиями мы их посуду. Давай я помажу. Я думаю, что мы все можем, Артем. Кто освободится, тот и будет. Да, кто освободится, тот и будет. Давайте персидем вместе, потому что вы понимаете, общая команда и вот это вот поведение не будущего руководителя. Я согласен с тобой. Но Кирилл на самом деле поступил не очень корректно по отношению к своему коллективу, я считаю. Потому что, что бы ни происходило, надо искать компромисс. Кирилл, конечно, подвел нас еще очень. Максиму предстояло решить сложную задачу. Наказать Кирилла. Понимая при этом, что его позиция отчасти верна. К началу смены посудомойки рабочее место должно быть чистым. Если ты хочешь исправиться, ты сегодня работаешь два часа поломойкой. Нет, товарищ управляющий, я отработаю поломойкой за то, что я там не сдержался, разбил посуду, это не проблема. Но мы вместе выйдем в зал, и вы скажете, да, Кирилл был неправ, мы не досмотрели, что там мойка была полна посуды, это неправильно. Я понял. Тогда можешь одевать фартук и выступать в зале уже поломойкой. Хорошо, с вами договорились. Вы будете все на разных позициях. И вы будете потом на позиции официантов, официанты будут на позициях поваров, повара будут посудомойками, а посудомойки будут управляющими. Наступит такой день. Кирилл, вход на кухню запрещен в поломойке сегодня. Вообще на кухню не заходить. Да я не расстроен, я спешен. После того, что сейчас произошло, я вообще не считаю, не то, что там за управляющего ресторана, он просто недалекий человек. У меня похожий фарточек. В похожий фарточек? В похожий фарточек у нас, к сожалению, один, Серега. И он сегодня у нашей поломойки Кирилла. Так что, как-нибудь так, да, поломойки. Посудомойки у нас нет. Вы считаете, что у нас сегодня минус один игрок. Несмотря на потери в личном составе, требования к команде ресторана не снижались. К открытию все должно быть готово в наилучшем виде. Еще раз повторим. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Сегодня я ваш официант. Готовы ли вы принять заказ? Ну, я готов. Нет. Готовы ли вы заказать? Готовы ли вы сделать заказ? Да, готовы ли вы? Сегодня меня поставили на позицию официанта. Буквально за час до открытия ресторана мне объяснили все навыки, азы и методы, как нужно обслуживать столики. Ну, вышло довольно-таки забавно. Я его довела до консистенции. Сама-то пробовал? Да. Он такой со стринкой. Со стринкой? Его есть невозможно. Там то же самое? Пришлось выкручиваться, и все это вот в таком режиме очень динамичном, потому что нужно было уже открываться. И не было других вариантов, как просто быстро исправлять ошибки. У нас будет только один показ суп. Мы сейчас все подготовим и начнем из сердца сделать. Я уже сказал, что мы будем делать без томаток. Вы что, ребята? Все хорошо. Тебе не нравится? Мне тоже. Давайте томаты добавим туда. О! О! Телепрограмма! Жалко, телевизора-то нет. Ну что, пойду поработаю. Что, подруга моя? Слушайте? Я не могу, правда. Ты такой колоссовочек в этой форме. Тебе тут надоест на глазах у нашего директора тоже что-нибудь разбей. Там если что-то твой размер тоже есть. Да? Минутная готовность, ребят. Давай, это самое. Что у нас по кухне? Все ли в порядке? Все готовы к работе у нас? Да, вот. Все? Ты уверена? Да. Раз, два, три. Ву-у! Вверх подпрыгивают. Джоуси и Мнистер взбирайте руки. Я не могу подпрыгнуть, шеф, простите. Ресторан открыт. Вот посоли. Присаживайтесь. Как-то мне не очень комфортно. А, самое главное, не перекрывай дверь в сцепь, когда подаёшь что-то. Не, не, не. Ну да, старайся обходить. Реально, видно, есть люди, которые учатся, и они хотят учиться. И они не показывают своего характера какого-то просто так. Побара, заказ! Карпаччо один и волк. Дальше! Отлично. Сколько ты хочешь? Тебе сразу всё отдавай? Нет. В порядке очереди. Тебе волк второй через сколько нужен? По мере готовности? Я скажу отдельно. Ну, он островатый. Ну, смотри, чтобы это был первый, последний раз такой. Слушай, я тебя не досмотрел. Просто мы все пробовали, он нормальный. Островатый. Островатый. Я только что попробовал. Шеф-повар у нас был не шеф-поваром, он был просто моделью. И приходилось брать функции шеф-повара на себя частично. Валер, у тебя всё нормально? Да, да, всё отлично, Вячеславич. Не переживай. Пироги будут... Отменные, да? На домашнем уровне. Это хорошо. Как у бабушки. Как у бабушки в древней, да? Да, да, да. Будут кушать и плакать. И бабушку вспоминать. Часто раздражительная и не сдержанная Олеся на рабочем месте удивительным образом преображается. Она готова слушать и мило беседовать. Особенно, когда разговор касается общих тем. В данном случае татуировок. Ну, грудь это вообще... Нет, ну, мужчина нормальный. Но я смотрела, вот у девчонок грудь, которые... А, садил? Да, и под грудью вот забивают, как-то не очень нравится. Я, конечно, люблю тату, но женское тело всё равно должно оставаться красиво в каких-то местах. Олеся хорошо работает на баре, она отлично стоит на баре. С людьми тоже общается хорошо. Не ругается. Бульон второй курс, вот два. Ставить некуда. Афицианты, что не выносите, ребят? Я не успеваю. Олеся. Я, короче, не успеваю дублировать чайки, поэтому американам не нужен домашний лимонад и чёрный чай. А, нет, мне нужен чёрный чай. Ты не нервничай. Американное эспрессо. Все нормально, успокойся, не суетись. Я тебе серьёзно, послушай меня, успокойся, у тебя так всё и будет в суете продолжаться. Американное эспрессо, не суетись, они подожгут. Никакой паники, что бы не происходило. Вот если медленное обслуживание, значит медленное, но хорошее обслуживание. У тебя два ступа было, забирай. Это дополнительный стол. Дополнительный стол, который я сейчас взяла, как вот он, вот он, вот он. Сейчас, Даня. Заказы свои выноси вовремя. Я выношу, но лучше. Пожалуйста, выноси вовремя, я понимаю. Пришлось всё время дописывать, всё время вести учёт, сколько блюд человек заказал. И, естественно, была голова кругом, это и кухня нагрузка получила дополнительную. Кстати, мы раздались. А-а-а, за ртой я вовремя. Спасибо, Сандро. Я сделаю быстро всё. Давай. Прости, дорогой. Сандро тоже, вот я слышу у шеф-повара, как он озвучивает заказ. И говорю ему, там, у тебя шесть карпаччо, например. А он говорит, у меня пять карпаччо. Идёт вальяжно, спрашиваю, надо уже отдавать. Ну, вот это мне, вот я не приемлю это. Кто-то забыл бумажник. Я даже знаю, зачем вы вернулись. Забывчивому посетителю вернули потерянный кошелёк. И на этом, казалось бы, можно радушно попрощаться. Но управляющего ресторана ждал неприятный сюрприз. Добрый день. Здравствуйте. Я управляющий ресторан, Максим. Я, видите, вот только с девушкой с вашей сферы разговаривал. Ну, вот. Пусть убил. Кошелёк забыл. Ну, как бы он мои проблемы, как бы, кошелёк вернули. А мне хватает. Хотя там были бы, там, тысяча бы, ладно. Так, ну, короче, но пятёрок. Как будем решать? Милицию звать или чё? Когда человек сказал мне, что у него из кошелька пропало пять тысяч, я, конечно, немножко труханул. Ну, как бы, я не был готов к этому совершенно. Ну, в общем, чуть-чуть. Завтра мы решим ваши проблемы. Вы же завтра не могли бы нам подойти. Как вы добираться до дома? Давайте... Может быть, если бы сохранить пенсию вашего заведения, дайте мне пять тысяч эти. Я уйду тихо, спокойно. Хорошо. Сейчас... Мне нужно пять тысяч. Сейчас решим этот проблем. С уважением, но деньги надо вернуть. Я принял решение, ну, чтобы репутация заведения не пострадала, да. Репутация заведения, я считаю, важнее, чем пять тысяч рублей. Извините, ещё раз просим от лица заведения для нашего хранения. Я сразу подумал, чтобы заведение достаточно нормальное, чтобы такие поступки совершали. Но так совет всё равно там поглядывается. Хорошо. Удачи. Всё. Спасибо. Вы можете. Сам ресторан, в принципе, уютное место для семейного больше отдыха. Зайти, перекусить. Вот единственное неприятное воровство, которое случилось. Там мрачило, как бы, весь приход сюда, в этот ваш ресторан. А где у тебя... где грудка одна ещё? Отдаём. Отдаём, да? Да, отдаём. Минуту. Давайте, давайте, ребята. Бегу! Вот она, где? Где она? Курица, где? Курица! Закидывай, всё, давай. Шеф, давай там пожёстче, пожёстче, пожёстче. Они всё отдают. Всё хорошо. Шевелитесь, курица. Ой, прости. Человек, никогда не работающий на кухне, встал просто на раздачу и контролировал процесс. Это огромный ему плюс. Он не потерялся, и он действительно очень хорошо отработал. Последний раз такой карпаччо-себаса я ел в милайоне. Так что мой комплимент в вашей кухне. Если сейчас она найдёт мои записи... Вы потеряли записи? Объясняю. Я сидел, разговаривал и одновременно писал, и одновременно ел. Она мне принесла блюдо, и я как раз, поскольку я спешу, я положил эти салфетки, тарелки... Можно салфетки, дольки, дольки, тарелки, немножко на муку сошли? Ну? Вы извините, пожалуйста. К Тане же у меня нет никаких претензий. Просто она очень медленно всё делает. Но мне придётся как-то справляться с этим, выворачиваться как-то. Я не буду, конечно, ни кричать, ни наставить, потому что смысла нет. Она уйдёт в себя и вообще перестанет работать. Всё понимаю, не ваша жена. Можно мне буквально на 30 секунд вашего главного управляющего? Так, одно маленькое дополнение хочу вам сказать лично. Маш, подойду. Добрый день. Я не знаю, сколько у вас барышня работает. Мне кажется, прежде чем собирать тарелки, неплохо бы спросить. Даже если я загружен пилитайками, факсами и так далее, то есть вот это чисто рекомендация от доброй души. Я понял. Всё, вопросы у меня, пожалуй, больше по мне. Вам всё понравилось? Мне очень понравилось карпаччо. Карпаччо больше всячески попал. То есть вот карпаччо и сибасо. Спасибо. Да. Мы стараемся. Вам спасибо. Были моменты, ради которых стоит работать. Моменты, когда люди приглашают тебя к столу и говорят, что было безумно вкусно. Ребят, ребят, внимание, вопрос простой. Делимся впечатлениями по одному. Вообще, рабочий день прошёл хорошо, ребят, спасибо. Я объясню Тане. У Тани очень много заказов стояло на баре, кофе умирало. Я знаю то, что кофе вообще надо забирать с баром, ментально, потому что у него есть свойство, как у Фреша, умирать, так это и называется. Кофе сдох, всё. Какой пили кофе гости, я не знаю. Мне обидно, что они думали, что это мой голимый кофе, понимаете? На кофе сразу. Объясняй. Ничего не сразу ты взяла. И чай у тебя стоял. Многие лимонады так и не забрались с баром. У Олеси претензий, что там какая-то чашка кофе и, может быть, чайник стоял несколько минут лишних. Но и с моей стороны, когда я у неё попросила заварить зелёный чай, она говорит, ты мне только что сказала, через пять минут подойди. Ну, то есть, вот, ну, неадекват. Я не согласна с необоснованной претензией Олеси, которая обвинила зал в том, что он плохо справился. Да тебя с ресторана бы в первый день таким пинком бы выгнали. Ты вообще работать в зале не умеешь, понимаешь ты это или нет? Я тебе про это хотела сказать. У тебя на кухне лучше получается, иди туда. Ты понимаешь, у меня все гости были довольны. Да, у нас была просто замечательная официантка, которая буквально там тут же все исполняла. Замечательные десерты, всё супер. Мне писат лицемеры здесь за столом сидячие. Ты чего, Олесь, с ума сошла, с Амя, бензопила в голове, мясо, кровь, аааа, режут всех просто здесь. Вы за кого меня принимаете, за дуру, что ли, то, что я вестись на эту парашу сейчас буду? Ты чего из себя здесь корчить? Ты на чём пришли, я не пойму? Ты чего из себя корчишь? Я объясню, почему она мне не нравится, потому что ко мне она подходит наоборот с таким лицом. Лимана, сделай, пожалуйста, ещё три считай, пожалуйста. Вот и всё, ребята, ты всё объясняй. Она не может нормально общаться, вот эта манера подачи мне не нравится, поэтому она меня раздражает. Я всячески буду душить её, серьёзно, это только начало, я сейчас вообще так язык развяжу, потому что она провокатор. Ребят, какие-то важные, важные есть какие-то претензии к кому-то? Важные претензии? Я есть претензии. Да, я слушаю, Серёж. Мои главные претензии это к Кириллу, потому что нельзя так истерить, да, и не выполнить свои обязанности, на которые тебя подписали. Ты знал, на что ты идёшь, ты должен делать своё дело, в любом случае. Это всё. Кирилл, ответь, Серёжа. Нет, я хочу вас, управляющий, сказать, нет, Серёгины претензии, она абсолютно обоснованная. Вот та наша договорённость в вашем кабинете и рукопожатие под камерами, ничего не значит. Мы вместе выйдем в зал, и вы скажете, мойка была полна посуды, это неправильно. Компромисс как бы найден. Что, с вами договорились? Ну, в общем, он хотел воздействовать через меня, чтобы я сказал, что на самом деле Кирилл не виноват, ребят, это просто вот такие горы посуды тут лежат. Но на самом деле он просто психанул, вот. Потом он понял, что он был неправ, подошёл, но у меня уже было совсем другое расположение духа. Я управляющий, так же легко могу менять решение, как я принял это. А, данное слово и пожатая рука. То есть я должен объяснять, почему ты так поступил, да? Ну, ты считаешь, это нормально? Нет, я уверен, первый бы дошёл на участие. Я должен объяснить ребятам, почему ты так поступил, почему я должен это объяснять? Ты объясни ребятам, сейчас встань. Вставать я не собираюсь. Ну, сиди тогда, можешь объяснить, сиди. Нет, да, я хочу извиниться перед ребятами, потому что я подвёл их, да, там, скипел. Ребят, ты себе очень удобную позицию выбрал, накосячил, извинился. Вчера накосячил, извинился, сегодня накосячил, извинился. Вы для меня вообще никто. Очень-очень удобная позиция. Вы для меня вообще никто, даже просто не человек после того, что было там. Мы все работаем в команде. Хоть и каждый на себя, но команда, правда, ему не нравится его позиция. Он хочет опять вернуться на позицию шеф-повара, но тогда не стоит так себя вести. Завершается очередной день на реальной кухне, который получился весьма противоречивым. Настала пора подвести его итоги, выбрав лучшего и худшего сотрудника. Сегодня мы заработали 101 тысячу, а общая сумма у нас 354 тысячи 800. Поздравляю! А сейчас коротко, как обычно, что у нас происходит после нашего мероприятия. Лучший и худший. Саша, вперед! Сегодня я хотел бы отметить лучшим человеком, который мне помог в работе, это Жене, потому что она буквально за полчаса научила меня всему, что нужно делать. Ты можешь с этой стороны зайти и просто немножко туда подвинуть, с левой стороны, ну, чтобы у меня были эти приборы. А худшим, ну, Кирилл, извини, ты мог даже через запрет старшего по смене, там, да, или нашего босса, ты мог все равно встать и помочь ребятам. С таким Кириллом, который был сегодня, я бы не хотел работать. Мне кажется, он должен был проявить какую-то там, может быть, свою смекалку и помочь, а не говорить, что его не запретили. Худший. Женя. Да, здорово ввела в курс Сашу. Молодец. В начале работы, да. Подготовка была хорошая до рабочего дня. Открытие, первый момент, да, когда пошли за пары. Я считаю, Жень, что все-таки менеджер, он должен помогать своему коллективу, своим подчиненным. Саша очень медленно все делает, она не хочет делать чего-то, работать. И получается, что ее работу приходится перекладывать на других людей, и на себя, естественно, тоже. А смысл какой, как бы, ну, зачем нужен сотрудник, который не работает? Лучший Саша, потому что быстро сориентировался, носился по залу, постоянно улыбался, и, как бы, от его столиков вообще никаких проблем у меня было с его столиками. Худшая Саша, потому что три дня Саша на себя смотрит, и ленивая задница, вот просто все. 19, 20. Саша, почему Саша взял грузи, или почему он взял посередине, посередине, посередине которого, вот тебе вдальнее, Саша. Зал, это не мое. Я никогда там не была, и мне кажется, я подвожу все-таки зал. Я бы очень хотела оказаться на кухне. Дайте мне наложить руки. Лучшим я хочу отметить Артема, потому что за смелость, потому что он действительно пошел в темный лес. Я хочу сказать насчет Сандра, как бы, момент, что на кухне нельзя при запарах 5-минутную работу делать, ну, так, образно, там, 20 минут. Ну, он не человек кухни просто. Я тебе ставлю сегодня минус. Сандра ходил как по бульвару, по кухне, когда были запары, на самом деле мне это очень не нравилось. Валера худший сегодня, по-любому. Два пирога, и за двух пирогов он такой кипиш. Вот видишь, ты даже не заметил, что у нас запары были. Да не надо мне рассказывать. Я спрашивал у всех, спросил у всех, с кем я работал. Я каждого сегодня спросил, чем помочь, чем помочь. Я и на мойку вставал, на мойке был, и там был, и сям был, везде был. Ясно? Да вы слышите. Все, спасибо. Что касается Валеры, я на самом деле впылил, нельзя было идти на поводу эмоций. Этот человек старался быть искренним ко всем, как бы, он такой, ну, рубаха парень такой. А, ну, надо, ну, вам надо, ну, найти, ну, надо, да, да, да. Такое, знаете. И в итоге он взял просто на меня, сливая свой голос. Я скажу коротко. Лучший Сергей за то, что встал на позицию мытья посуды. Мне бы кожаный фарточек. Кожаный фарточек у нас, к сожалению, один, Серега. И он сегодня у нашей поломойки Кирилла. Спасибо тебе за это. Мы бы не справились. Худше Олеся. Мы все. То есть фактически человек идет на конфликт сам, и потом это неадекватность и хабальство, вот это вот мне достало. Ну, худше, естественно, Татьяна. Понятно, почему. А я объявлю, ребят, ну, просто, просто вот личное неприязнение к человеку, серьезно. И даже это на работе сказывается, но человек не оценил, поскольку то, что все-таки вчера я похвалила ее суп. Вот, ну, человек этого не оценил, поэтому каждый день она у меня худшая. Ну, и чтобы Кирилл просто вернулось в его моральное состояние мужчины, я назову его лучшим. Завершилось голосование на звание лучшего и худшего сотрудника ресторана. В дополнение к уже имеющимся голосам Сергей, Максим, Артем и Аня признали лучшей Женю, а худшим Кирилла. Именно он вызвался поставить точку в итогах дня. Так, лучшая Женя, объяснять ничего не буду, худший ты. Вот, и чтобы посмотреть. Почему, почему? Что? Объясни, ну, худшим, худшим. Да тебе ничего объяснять не буду. В команде каждое звено важно, и когда одно звено неожиданно вырывается, сразу же цепь обрывается. Это очень плохо. И чтобы хоть как-то там загладить свое вино за свой сегодняшний косяк, хочу вам сообщить, что вчера, когда мы сидели с Андро за закупками... Вчера шеф новый лимит установил на покупку продуктов, так что нам надо... Все нормально справиться. Так же, потому что все, что останется, если останется... Сейчас пойдем, идем к проверенным. Мы все сделали грамотно, сегодня все почитали, у нас завтра в банке будет еще плюс 10 тысяч. Красава. Ну что, лучший работник сегодняшнего дня у нас Женя. А худший работник дня – Кирилл. Завтра ваши фотографии появятся на доске почета и позора. А сейчас спокойно. Спокойные ночи у наших участников бывают редко. Нервное возбуждение от сложного дня переросли в возбуждение совсем другого вида. У вас состоялся конфликт с нашей обескураживающей рыжей дамой. Зовут ее Александра. Я до вас доберусь, бестия рыжая. Может быть, ей секса не хватает? Не хватает, честно, не хватает. Скажи, давай, расскажи, в чем проблема, почему вы не находите общий язык в зале? Что случилось? Или просто ты решила ей отомстить? Меня удивило, что Женя способна на такие реакции. Тебе прямым текстом сказали, что здесь кто-то хочет секса, кроме тебя. Это был ее, как бы, призывной клич. Просто пришли. Завтра на проекте «Реальная кухня» состоится кулинарный баттл, в котором один из участников сможет бросить вызов шеф-повару и занять его место. Есть смелые, поднимайте руки. Тема баттла – десерт. В ресторане появятся необычные посетители. А на кухне и в зале возникнут новые конфликты. Все, я тебя сейчас устраню от работы, и ты подстраиваешь девочек. Почему у нас нет одного наименования блюда? Однако основной неожиданностью дня станет появление новой участницы. Ты мешала работать на теле? А, а ты лингвист, прости, или филолог? Команда ресторана будет самостоятельно решать ее судьбу. Останется ли она на проекте? Завтра приезжает Арам, попадет мне. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok